Эту дорогу жители Артёма ждали без малого 20 лет, но о таком размахе и мечтать не могли. Первый участок трассы Владивосток находка Порт Восточный и вместе с ним часть международного транспортного коридора Приморье-1 официально открытые. Поздравить с этим событием жителей города и края прибыл полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Мы будем добиваться того, чтобы эта дорога далее строилась и была построена до конца, для того, чтобы были созданы новые транспортные коридоры. Благодарю строителей, всем всего самого доброго. Сегодня в эксплуатацию вводится участок протяженностью 13,5 километров. Он начинается в районе транспортной развязки возле старого терминала аэропорта и заканчивается недалеко от поворота на Силенске. Впереди строительство остальной части дороги до Порта Восточный. По словам губернатора, новый транспортный коридор с нетерпением ждут не только местные жители. Он важен не только для приморцев, для жителей России, но и для наших соседей, потому что он предоставляет возможность северо-восточным провинциям Китая выход к морю, к портам Российской Федерации. На торжественное открытие прибыли представители общественности Артема и простые горожане. Каждому своими глазами хотелось увидеть долгожданную объездную дорогу, которая должна избавить город от большегрузов и сезонных пробок. Но уже не одно поколение артемовцев мечтало о том, что когда-то, наконец-то, будет открыта дорога обход города Артема. Я еще, работая директором управления механизацией и будучи депутатом первой городской думы, начал строить этот участок. Тогда он строился только за краевые деньги. И мы смогли построить часть участка до ФБТ. И на этом деньги у края закончились. Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству, что все-таки есть такая программа на сегодняшний момент, как строительство дорог в Российской Федерации. Честь первыми проехать по новой трассе выпала пилотам российской дрифт-серии «Восток». Следом за ними проследовала колонна строительной техники компании-подрядчика. Для гостей праздника организаторы подготовили и насыщенную творческую программу. Полина Козлова, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Специальный репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова